Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить об основной части миссии Иисуса. Дело в том, что основная часть твоей миссии заключалась в том, чтобы показать людям, как уйти от своих пороков, как приручить свои пороки, взять их под контроль и перестать быть ведомыми своими пороками. А самому стать ведущим своей жизни и вести себя не на основе того, как хотели бы пороки, чтобы ты себя вел, а на основе того, как ты хочешь жить сам, без влияния порочных мотивов. Таким образом, Иисус учил людей, прируча своих пороки, взять над ними контроль и ослабить их влияние на сознание людей. Однако для того, чтобы это сделать, нужно работать над собой и пролагать усилия. Поэтому, собственно, это и стало причиной того, что многие люди захотели просто убить Иисуса, потому что Он призывал к тому, что нужно трудиться над собой. А проще же не трудиться над собой, не брать свои пороки под контроль, не приручать свои пороки, чем брать свои пороки под контроль и приручать свои пороки, работать над собой. Это же труднее, приручать пороки свои, работать над собой, выходить из ведомости пороков, перестать быть ведомым пороком. Поэтому те люди, то есть весьма немалая часть людей, они выбрали путь слабых и решили уничтожить, если коротко говорить, решили уничтожить или хотя бы не мешать тем, кто убивает Иисуса, потому что таким образом им можно и дальше оставаться со своими пороками, словно купаясь в бассейне с грязной и мутной водой. Но при этом не нужно тратить усилия, чтобы работать над собой, что на некоторое время, на некоторый отрезок их жизни облегчало им немного их жизнь. В финале, конечно, разрушало их жизнь, как в этом мире, так и в мире душ. Но на короткое время облегчало, и казалось, что это более легкий путь, как минимум на некоторое время. И поэтому всегда есть возможность, если происходит такое, что кто-либо высвечивает ваши пороки, не обязательно это конкретный человек, может быть какая-то конкретная ситуация, и вам становится понятно, что нужно бороться с этим пороком или не бороться, то намного лучше с ним бороться, потому что иначе можно прийти в то место, где эти пороки будут выжигать вот такой ужасающей ценой, что вы будете молить о том, чтобы вернуться во времени назад и в тех более мягких ситуациях начать брать под контроль свои пороки и переставать быть ведомым этими пороками. Поэтому лучше все делать в более мягких ситуациях, нежели в ситуациях изнуряюще тяжелых, где нужно избавляться от пороков уже в нижних мирах, в пыточных отделах этих нижних миров. О чем у меня есть одно из видео. Кажется, оно называется «Что чувствуют порочные люди в нижних мирах». Не обязательно же избавляться от пороков в таких экстремальных и концентрированных ужасающих условиях. Можно избавляться от пороков в неэкстремальных и неконцентрированных ужасающих условиях. Это намного легче и, может быть, даже не сопряжено со значительной болью или средней болью. И куда более зрелая позиция, чем дотягивать до самого конца, а потом кровоточа болью и избавляться от пороков все равно только в более ужасных условиях. Поэтому лучше выбирать истинно легкий путь. А истинно легкий путь – это тот путь, который проповедовал Иисус, который рассказывал о том, почему нужно избавляться от пороков, и почему это правильно, и почему это нужно делать, и почему именно это нужно делать, и неправильно что-либо делать еще, что противоречит этому. Поэтому нужно идти истинно светлым и истинно легким путем, путем отсутствия накопления самонаказания, потому что наказывают сами себя люди тем, что следуют порокам, и вследствие того, что потворствуют порокам, набирают ужасающую карму и карают сами себя. Потому что порок всегда замешан на том, чтобы навредить кому-то, и себе, и другим, а вредя живому существу, вследствие того, что все связаны, вредишь сам себе, напрямую, опосредованно, долгосрочно, плорологически.